Привет! Это Камчатка с Александром Петровым. Вы уже, наверное, привыкли к регулярным выпускам Камчатка день за днём. В этих выпусках я рассказывал о том, как жил наш полуостров в разные годы века минувшего. Рассказывал на основании старых документов и не менее старых газетных публикаций в основном советского периода. И, Боже, вас сохрани. Не читайте до обеда советских газет. Да ведь других нет. Вот никаких и не читайте. Теперь выпуски этой рубрики подошли к концу. Сегодня последний выпуск. В этом выпуске я расскажу, что происходило на полуострове с 25 по 31 декабря в разные годы века минувшего. И на этом рубрика «Камчатка день за днём» будет завершена. Она просуществовала на моём канале один год. Почему это именно так? Я укажу. Я сделал всё, что мог. Но я буду с определённой долей регулярности и соответствия дат делать перезаливы прошлых выпусков. Это точно. Вот чтение старых газет и старых документов и донесение их до вас, зрителей, я не откажусь. Просто выпуски будут называться уже по-другому. Почему не «Камчатка день за днём»? Они будут тематическими. Я буду находить самые интересные, самые вкусные аспекты жизни полуострова на разные темы. И доводить их до вас. Ибо вы ленивы и нелюбопытны, и историей Камчатки не интересуете. Итак, сегодня последний выпуск рубрики «Камчатка день за днём». Наша машина времени начинает своё последнее путешествие. 25-й день декабря, 1947 год. Газета «Камчатская правда» в заметке Матвеева по следам зверя пишет о том, что секретарь Ановгайского сельсовета товарищ Инданов обнаружил волчьи следы, и вен решил найти и уничтожить волка. Вооружившись венчестером, оленевод пошёл по следам зверя, настиг его в кустарнике и убил «Бух» одним метким выстрелом. День следующий. Почему следующий? Тот же самый день, 25 декабря. Только год уже не 47-й, а 87-й. И та же самая газета «Камчатская правда» 40 лет спустя сообщает о том, как в национальном коррекционном селе Лесная прошёл зимний праздник Халало. Газета пишет. Этот праздник лесновцы отмечают с незапометных времён. Так и на этот раз он прошёл интересно и отличался массовостью. Красиво, эстетично. В празднике приняли участие все жители села. А как же именно прошёл праздник? Что на нём было? Об этом вы можете узнать. На моём канале сервиса «Яндекс.З», который называется так же и как канал на ютубе «Камчатка с Александром Петровым». Как попасть на мой канал, нужно пройти по ссылке в описании. Продолжаю наше чтение. 26 декабря 1978 года газета «Карякский коммунист», до этого называвшаяся «Карякским большевиком», а теперь носящая нелепое название народовластия и до сих пор выходящая в полане, пишет о том, как с большим успехом проходят на Сахалине гастроли ансамбля «Энер» из национального села Карага. Участники ансамбля выступили по телевидению в Южно-Сахалинске, дали семь концертов в Долинске. Наибольший интерес у зрителей неизменно вызывает Карагинское «Хо-ло-ло». Но это не точно. День следующий. 27 декабря, год 1939, главная газета «Полуострова» публикует заметку Пименова «Первый самолет в Твояне». Напомню, что Твоян – это один из населенных пунктов Быстринского района, сейчас наряду с лоучаном не существующий. Как раз перед выборами в Твоян нужно было доставить агитационные материалы, но из-за пурги собачьими упряжками это было сделать невозможно. Это я пока пересказываю, это я пока не читаю. Нужно было доставить все это к 24 декабря. И из Ичинского комбината в Твоян вылетел самолет «АКО». Самолет, пилотированный товарищем Фенеевым, совершил в Твояне посадку, несмотря на тяжелые метеорологические условия и на отсутствие аэродрома. Газета пишет, «Все население Твояна от старого до малого радостно встретило экипаж самолета. Большинство из них впервые видели воздушную машину». С большим интересом население расспрашивало летчиков об устройстве самолета, о причинах его прилета. «Иншаллах». Продолжаем нашу поездку на машине времени. 28 декабря 1977 года газета «Камчатская правда» в рубрике «Лауреаты спортивного года» пишет. «Областная федерация спортивной прессы, в которую входят представители печати, радио, телевидения, работники спорткомитетов и обществ, определила лучших спортсменов области 1977 года. В пятый раз подряд. Список лауреатов возглавил горнолыжник Владимир Синетов. Володя Синетов кстати, сейчас руководит физкультурно-оздоровительным комплексом «Звездным» в Петропавловске. Полностью, как я уже говорил, тексты, документы газетных публикаций можно прочитать на моем канале сервиса «Яндекс.Зен» по ссылке в описании. 29 декабря 1983 года газета «Моряк Камчатки» поведала о том, что центральное телевидение показало новой документальной фильм «Ад над облаками производства Камчатской студии телевидения». Авторы фильма режиссер Валерий Шишков, операты Владимир Иванченко и Сергей Верченко и звукорежиссер Гарри Нелебович не впервые обратились к вулканической теме. Ими созданы хорошо знакомые не только камчатскому зрителю фильмы «Лицом к огню», там, где зимует «Весна, огненное ожерелье». С неизменным успехом пишет газета «Проходили эти фильмы и по телеэкранам зарубежных стран». К сожалению, и Валера Шишков, и Володя Иванченко, и Сергей Верченко, и Гарри Нелебович уже ушли из этой жизни. мне в свое время посчастливилось быть знакомым с ними всеми. 30-й день декабря 1951 год газета «Камчатская правда» пишет о национальной ярмарке в селе Оссоре в столице Карагинского района. «Предрассветные сумерки еще не рассеялись», пишет газета, когда к селу Оссора стали подъезжать на оленних и собачьих упряжках жителей сел и холхозов района. «Весело скрипит снег под полозьями радостные лица людей, съехавшиеся в районный центр на ярмарку». Ну и в очередной раз напомню, что подробности о том, как проходила ярмарка на моем канале сервиса «Яндекс.Зен» по ссылке в описании. Последний день года. 31-й день декабря 1971-й год газета «Камчатская правда» публикует заметку редактора областной конторы по прокату кинофильмов Данильченко. Эта заметка рассказывает, что кинотеатры города покажут в дни школьных каникул. И какие же фильмы в 1971-м году демонстрировались в камчатском синематографе. Это фильмы «Армия Трясогуски снова в бою», «Белый флюгер», «Новые приключения неуловимых». Это было в разведке. Кроме того, для детей и подростков показывались сказочные и мультфильмы «Морозка», «Василиса прекрасная», «Королевство кривых зеркал». Вот и закончилась моя рубрика «Камчатка день за днём», в которой я рассказывал, как в разные годы века минувшего жил наш полуостров. Наконец-то вы узнали правду. Но вы всё равно не спешите отписываться от канала. Как я уже сказал в начале ролика, вас ждёт другое. О, сколько вам открытий чудных готовит просвещение духа. Тьфу на тебя. Теперь, как вы уже привыкли, ставьте лайки. АПЛОДИСМЕНТЫ Если вам нравилось и нравится узнавать что-то новенькое о минувших годах. А если вы Абрамы родства непомнящие, ставьте дизлайки. от меня не упудет. Тьфу! Пишите комментарии. Ежели вы впервые на моём канале или заходите сюда время от времени случайно, то вот эта вот подсказка, которая сейчас появится в правом нижнем углу кадра, она для вас. Выполнили то, что она рекомендует? Молодцы! Теперь вы не пропустите новые ролики на моём канале. До свидания!